МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная ценность соуса – сделать любимое блюдо ещё вкуснее. Майонез от Максима. Провансаль всегда свежий и пикантный. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима. Здравствуйте! В эфире программа «Отведуй», в которой не только говорят, но и готовят. И сегодня у нас в гостях тележурналист, редактор и ведущая телеканала ОТВ Виктория Лобецкая. Здравствуй, Аня. Здравствуй, Вика. А также наши маленькие гости – это сын Вики Максим и Марианна, племянница Вики. Максим и Марианна. Вот вместе с ними как раз и будем работать. Итак, ребята, ну что мы сегодня будем с вами готовить? Расскажите, с чем пришли? Так, мясное блюдо и рыбное. О, замечательно. А я приготовлю для вас сегодня очень вкусный завтрак. Оладушки творожные со сметаной и ягодами. Вы любите такое лакомство? Обожаю! Да. Ну, рыба и мясо в любом случае в рационе вот что Марианны, что Максима, они, конечно, присутствуют. Ну что, приступим? А я напоминаю нашим телезрителям, что генеральный спонсор программы «Торговая марка от Максима» – приморский производитель великолепных соусов. Соусы от Максима добавят вкуса в вашу жизнь. Надо им задать вопрос. Максим, как насчет мяса? Мясо ты любишь, но главное, чтобы... Любитель, мужчина, должен быть без мяса. Жилок, чтобы не было. Нет, чтобы жилок не было. Да. Да. А Мариана у тебя как вот с мясом? Тоня. Тоже. Тоже, да? Чтобы не было жилок, да? Вот они любят чистое такое мясо, нормальное такое, хорошее прожарки. Ну вот именно, чтобы не было никакой жиринки. Мясо сегодня у нас будет баранина. Все будет красиво, не переживайте. Рыба совершенно необычная. Мы будем готовить сегодня нежного карпа. Продукты для съемок предоставлены сетью гипермаркетов «Трикота». «Трикота» – это огромное разнообразие продуктов, высокого качества, приятные цены и комфортный шоппинг. Я сейчас буду делать надрезы на нашей красивой рыбке, для того, чтобы ее удобрить специями, да? Хорошо она пропиталась. Так, ну а я нарезаю небольшими кусочками, практически как на шашлык, мясо. С мясом, конечно, работать нужно как-то по-особенному, но я опять же повторюсь, что дети, их вкусы, я все-таки стою на их стороне и стараюсь работать с мясом таким образом, чтобы очищать его от жилок. От жилок, ну конечно, да, детки этого точно не любят. Так, мы берем нашу рыбку, делаем надрезы. Вот убираем, все, видишь, вот этого жира не будет. Все, я это убираю. Вот, убираем. С двух сторон. Вика, ну расскажи, как ты пришла в профессию, почему выбор пал именно на нее? Расскажи. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я в любом случае вспомню свою семью, своих родных, маму, папу и тетю. Тетя, это родная сестра моей мамы, она выпускница первого набора журналистики, потом она и ее однокурсники, они разлетелись, кто по газетам Дальнего Востока, кто стал работать на приморском телевидении, ну, в основном газетчики, но все-таки это журналисты, они первые, они первые делали первыми здесь, на Дальнем Востоке, пробу пера. И, конечно, я росла именно в этом кругу. Все. Пропитана всеми их историями, их любовью к слову. Ну и потом, после 11 класса, случилась русская феология, Дальневосточный государственный университет, а далее Российская обещательная корпорация. Да. Это был мой первый опыт своих сил, своего пера, чувства слова. Я отрабатывала, да, там, в новостях. Это семейное, наследственное. Можно сказать, что да. Можно сказать. Хотя мама химик, папа физик, а тетя журналист. Вот так я всегда говорила. И продолжаю говорить. Вик, ну скажи, я знаю, что ты работаешь аж с 2003 года на телеканале. Да, есть такой момент. Но именно на телеканале общественное телевидение «Приморье», да, 2003 год, после того, как Российская обещательная корпорация перестала существовать, я пришла работать на общественное телевидение «Приморье». И как-то здесь прижилась. Скажи мне, ну что изменилось с момента того времени, как ты пришла и до сегодняшнего дня, с 2003 по 2018 год? Не меняется только подача информации. Не меняются темы, меняются подходы, меняются люди, меняется время, меняется административная составляющая краевого предприятия общественное телевидение «Приморье». Меняется задача. Но по сути, по сути, вот как я работала именно в информационном секторе, так и я продолжаю работать. Подходы – да. 2003 год, 2007 – это, наверное, самая такая золотая пора для общественного телевидения «Приморье», потому что, я считаю, был сформирован, скажем так, наш плотный достаточно кадровый резерв журналистов, которые сейчас, опять же, разъехались по всей стране, кто работает на Сахалине, кто сейчас является уже диктором федерального канала. Дайте нам что-нибудь делать. Ой, друзья мои, заскучали, заскучали. Надо чем-то занять. Я не заскучал. Ты не заскучал? Ну, Максим, придется поработать. Да, Максим, придется поработать. Берем помидорчики. Вот так. Сможешь? Максиму мы сейчас тоже дадим очень ответственное задание – взбивать сметану с сахаром. Максим у нас никогда этим не занимался. Никогда он такого не делал. Что ты хотела сказать? Что я хотела сказать? Но я хотела сказать, что Максим как-то вот кулинарил. И Марьяна тоже иногда кулинарит. А сметанку мы для этого возьмем пожирнее – 15% жирности. Харольскую. Харольские молочные продукты – это вкусно, это полезно, это наше. Молоко, кефир, ряженка, варениц, творог и сметана и другие молочные вкусняшки нужны нам каждый день. Харольское молочко – это здоровье и красота. Ну, я вот в данный момент продолжаю перемешивать, чтобы не подгорела наша сочная и очень так аккуратненько, я считаю, нарезанная баранина. Дальше я беру чистый нож, досточку, и мы будем нарезать имбирь и лук. Из остатков нашей сметаны я смешаю соус для нашей рыбки. Туда добавлю майонез от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» обладает уникальным насыщенным вкусом. В его состав входят только качественные ингредиенты. Нежная консистенция, приятный вкус этого майонеза станут прекрасным дополнением к любому кулинарному творению. Нагрелась духовка, и моя задача – все поскорее отправить в духовку нашу рыбку. Я добавляю в соус еще лимончик. Кстати, я вот этот момент как раз в приготовлении очень даже люблю, когда ты вот колдуешь, колдуешь, хотя вот близнецовая моя натура здесь проявляется. Это вот точно. Потому что, с одной стороны, я сейчас говорю то, что мне нравится подготовительный процесс, когда еще блюдо не готово, ты колдуешь над ним и колдуешь. При этом кулинария – это не мой конек. Не свой конек. Нет, я так считаю. Но когда появились дети, сначала племянница Мариана, потом сын Максим, а потом и другой сын Дмитрий. У них два года разница. Да, Дмитрий, мне в любом случае пришлось осваивать, как правильно нужно варить каши, какие есть там у них всякие нюансы по приготовлению, не переварить, и чтобы недоваренная не была, и чтобы не пересолить и так далее. И в итоге к чему мы пришли? Гречку и рис. Максим, как? Любишь же? Я люблю только гречку, теперь стал любить. Раньше любил рисовую, а стал любить гречку. Это прям откровение, подожди, какое-то. Только недавно на днях варила рис, причем я научилась варить рис. Меня мама научила варить правильно рис. Он у меня не разваристый, он очень даже вкусный. А папа мне говорил, что не варить наггинцы, маме. А, да, с наггинцами. Вот эти вот все фастфуды мы вообще не любители. А я их езжу. Хотя как-то я пыталась приготовить наггинцы самостоятельно, хотя, собственно, ничего сложного нет, но не пошло. Да, Максим, не понравилось. Курица, обваленная в сухарях, как-то это блюдо не зашлось. Мы стараемся, мы стараемся, но у нас не очень все с этим хорошо. Марьяна, расскажи нам о своих кулинарных достижениях, потому что я-то знаю, что с папой и с бабушкой Леной... Причем мы с Марьяной делаем лизун. Ну, лизун, Максим, это из другой истории. Это не еда. Это не еда, да. А вот Марьяна, она специалист по приготовлению пиццы. Еще чего? Ничего себе, такая сложная выпечка. Мы с папой делаем... Мы иногда делаем еще всякие... Ну, не знаю, там, супчики. А какие супчики? Гороховые, там, кури... Картофельный суп, там, гороховый. Папа один бывает тоже что-нибудь готовит там. Ну, я знаю, что с пиццей часто... За пиццей, да, пиццей мы тоже часто очень делаем. Я с мамой тоже, ну, мама придумала сделать пирожки. Когда? Да, было дело. Да, да. Даже мама забыла, когда было дело. Потому что у мамы так много работы, что да. Да, ну, пирожки были, но особенно какие пирожки печет бабушка твоя, Максим, которая Наташа, да? А еще у бабушки на даче малина растет. Да, малину можно и в тоже, опять же, в тесто, в пироги добавлять. И главное, что еще, украшать. А где вкуснее готовят? В ресторанах или у мамы дома? Там и там. И там и там. Вот какая... Какие дипломаты, будущие дипломаты. Какое самое любимое... Ну, мамы вот. Какое самое любимое блюдо мама готовит ваше? Это... Тут даже, наверное, самое популярное блюдо. Я думала, ты расскажешь про самое популярное блюдо. Это все-таки мы запекаем картофель, индейка и в основном курица. А я, друзья мои, убираю нашу красавицу рыбку в духовку запекаться, которая у нас уже разогрелась. Дольками лук нарезан у нас. Мы теперь добавляем к нашей баранины и имбирю. Ой, какой запах идет. Да, и не только запах, у меня уже глаза начинают селедиться. И, конечно, сейчас мне необходимо оливковое масло. Вик, я предлагаю тебе для жарки использовать испанское масло с желтой этикеткой ITLV. Это смесь рафинированного и нерафинированного масла Extra Virgin. Так. Добавляем. Что дальше-то будет происходить с нашим супом? Так, ну, кстати, вот этот вот суп, он тоже из разряда, когда необходимо все очень приготовить быстро и чтобы было сытно и вкусно. Поэтому вот все мы здесь поджарили, потушили, да, скажем так, баранина у нас здесь, имбирь и лук. Теперь мы все это в кипящую нашу уже воду добавляем. Ну и потом, конечно, томаты пойдут. Томаты. Теперь будем готовить наши оладушки. Оладушки будут необычные. Они будут у нас творожные. Будем готовить из хорольского творога. И все молочные продукты мы для приготовления оладушек возьмем из молочного хорольского комбината. Добавляем туда кефир. Мы смешиваем два яйца с сахаром. Взбиваем это все. Так, Максим, пожалуйста, томатную пасту мне можешь подать? Маленькая, небольшая. Томатная. Я хотела дать. Можно? Конечно, все. Я буквально немножко добавляю. Немного добавляем томатную пасту. Да, чтобы усилить вкус, цвет. Так, Максим, я тебе передаю. Ставь на место. Вкусняшка. Завершающая стадия. Ребята, самый ответственный момент. Самый ответственный момент. О, какой пар. Какой пар. Все это мы убавляем огонь на плите. Максим, Марьяна, смотрите. Все. Вкусно. Мы все это высыпаем. Ой, какая красота. Да, все теперь то, что у нас так, в общем-то, недолго тушилось, мы отправляем в умеренно кипящую воду, в кастрюлю. Все эту вкусноту убираем. Отлично. А чуть позже, где-то минуты через 2-3, мы добавим вот эти вот нарезанные кусочки помидора. А кто у нас их нарезал? Кто так постарался? Я. Марьяна. Да, она очень хорошо, аккуратно орудовала ножом. Вика, ну что, наши юные первоклассники больше всего любят есть на завтрак? Обычно я всегда иногда булочку кушаю, и сегодня я появилась хлопья с молоком. Вот так. Молочная продукция, она присутствует. Да, у Максима. А Максим вообще у нас какой любит завтрак? Он любит у нас бутерброды. Да? А ты же я. Да? А сейчас ты любишь бутерброды? А сейчас я люблю оладьи. Чтобы приготовить оладьи для школьника, необходимо проснуться очень-очень рано. Я смотрю, дети у нас там уже кусочничают. Таскают помидоры. А у меня для них, кстати, есть сюрприз такой. Легкий, молочный перекус очень вкусный. Шоколадное молоко. Вот такое шоколадное молоко выпускается Харольским молочным комбинатом. Это замечательный перекус, как утром, днем и вечером для растущих организмов в особенности. Ну-ка, Максим, на пробу. Проголодались, наработались. Руки. Руками работают дети много. Максим занимается робототехникой. Он любит собирать лего. У него всегда руки в движении. Мариана тоже. Ты любишь и поделками заниматься, и рисовать очень много. Вкусное молоко? Да. Максим, понравилось? Ага. Еще наливайте себе. Не оставь. Закидываем помидоры. Максим не очень относится хорошо к специям. Каким? Максим, ну, мы немного их добавим потом уже под самый-самый занавес. Я бы еще добавила. Максим, давай мне еще соль. А дайте мне посолить, дай мне посолить. Давай, Мариана. Вика, скажи, а можно ли назвать себя трудоголиком? Можно. Можно. Работы много в моей жизни. Но совесть меня не грызет, потому что я успеваю. Я успеваю заниматься домом, я успеваю заниматься детьми. Пока еще успеваю. Что будет дальше, покажет время. Ну, я честным образом довела своих детей до трехлетнего возраста, и они пошли в садики. Немного, когда я была в декрете, я выходила на работу, вела прямые эфиры, чтобы не потерять форму профессиональную. Тут надо уже выставлять грамотные приоритеты, расставлять. Я их расставила. То есть после работы это дом, это дети, и если есть свободное время, это, конечно, друзья. Энергии у меня достаточно во мне, поэтому вот и дети здесь, и вот мы работаем, и, собственно говоря, и идем вместе. То есть энергии хватает и трудоголиком быть, и детей двоих воспитывать. Да, но это очень сложный такой вопрос, дискуссионный. Уж сколько статей написано, сколько программ посвящено этой теме. И каждый решает для себя этот вопрос индивидуально, но только заниматься детьми, только быть дома и стоять у плиты, наглаживать там рубашки, футболки, это тоже как-то не вариант. Нужно развиваться. Если ты не развиваешься, то, я не знаю, как-то тоскливо. Оладьи наши готовы. Посмотрите, друзья мои, сколько у меня осталось еще теста. И использованы здесь продукты Харольского молочного комбината. Творог, молоко, гефир, сметана. Нет, но осталось приличное количество, учитывая, что мы видим здесь вот на тарелке, вполне для завтрака, даже для твоих детей подойдет. Да-да-да, это можно использовать каждый день, жарить свежее. Да, конечно, можно. И вот мне на заметку и всем тем хозяйкам, которые нас смотрят, накрыли целлофановой пленкой, поставили в холодильник, и все, утром чуть подольше поспали и быстро приготовили. Но еще же у нас есть и сметана. Есть сметана, которую мы будем использовать с нашими оладьми. Да, а кто у нас главный по сметане? Погиби руку. Максим? М-м-м, а ты и Сузя сметаны. Мы все проголодались. Вся палитра молочных продуктов вся есть. Марьян, ну давай, ты будешь у нас украшать ягодками наши оладушки. Давай. Оладушки творожные. Смешиваем все вместе до однородной массы. Жарим. Подаем со сметаной, взбитой с сахаром и кислыми ягодами. Надо сказать, что такие творожные оладушки хороши и просто со сметаной, и с медом, и теплые, и холодные. Тесто может храниться в холодильнике всю учебную неделю. Время его не портит. Оно становится только лучше с каждым днем. Поэтому вкуснейшие завтраки для всей семьи будут обеспечены. А можно я тоже? Ну давай, помогай. И по зелени будешь от гостиной. Максим, давай, все так кушать уже хотят, все просто очень сильно проголодались. Давайте теперь берем укроп, берем лук, лук, лучок, золотой бачок. Я сама. Я достаю нашу рыбу красавицу. Да, она уже там, наверное, запеклась. Ребята, почувствуйте аромат рыбка. Рыбка, мы ее из духовки достаем. Как вкусно. Какая красавица. Карп нежный. Карп и сам по себе нежный. А в этом облачении он тает во рту. Рецепт простой и быстрый. Смешиваем сметану и майонез. Выкладываем на противень помидоры и лук. Втираем в рыбку специи. Перец точно, а остальные по вашему вкусу. Кладем на овощи карпа и заливаем получившимся белым соусом. Из-за него рыба будет нежной, но одновременно с хрустящей нарядной корочкой. Ничего, что мы здесь. Нормально все, Максим, хорошо клади. И главное, давайте разделим всем по пучку. Достаточно, у нас будет просто петрушечный суп, а не томатный. Суп с бараниной и томатами. На раскаленную сковороду выкладываем куски баранины. Обжариваем до золотистой корочки. Потом добавляем оливковое масло, лук, томатную пасту. Мы взяли ее от Максима. И пластиками корень имбиря. Тушим. Нарезаем как угодно помидоры. Когда вода в кастрюле закипит, кладем туда все из сковородки. А через полчаса к ним присоединяем помидоры, сухие приправы и свежую зелень. Это идеальное блюдо для тех, кто следит за своей фигурой. Баранина и овощи. Что может быть здоровее и вкуснее? Ну что ж, друзья мои, пока наша еда остывает, мы скоро с вами будем обедать. Я хочу вам пока подарить подарки от нашего генерального спонсора от Максима. Целая корзинка различных вкусностей. Что там и майонез, и кетчуп. И соус, и кетчуп, и майонез, и горчица. От меня. От Максима. От Максима. Хорошо, спасибо. Ой, какой тяжелый подарок. Я его вот сюда поставлю. Вика, а петрушку. И петрушку Марьяна всю дорезала. Хорошо. Все, молодец. Можно я добавлю? Ну давай, давай вместе. Давай. Нет, давай нож мы уберем. Бери вот эту вот мешалку. Спасибо вам, Вика, большое, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Аня. А это была от Ведой. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»